Ребятушки, привет! У нас уже давно не было ничего для детишек и такого простого, милого и очень красивого. И, конечно, кого еще можно нарисовать, когда уже на носу осень, грибы и, конечно, ежики? Мы нарисуем с вами прекрасного осеннего ежика. Что я беру? Я беру лист А4. Это бумага для чертежей. Вот такая очень плотная. Простите, родители, покупать вам ватман, бумагу для чертежа или акварельную. Она очень плотная, почти как холст, но не очень приятно рисовать, ничего не гнется. Потом кисточки у меня плотные. Есть такой прям гигант, смотрите, огромная-огромная. Можно, конечно, не такую большую, но лучше кисть побольше и, по возможности, поплотнее. Вот у меня синтетические кисти. Можно, в общем-то, для гуаши и такие пони. И у меня гуашь. Можно брать акрил. Гуашевых цветов нам нужно совсем немного. Только белый, только желтый, синий, красный. Все остальное мы с вами смешаем сами. И черный цвет тоже понадобится. У меня его нет, но есть такой очень-очень темно-коричневый. Я себе купила как-то по дороге баночку. Так вот, привезла ее, буду применять. Ну и начнем. Начнем с того, что, кстати, вы можете взять какой-то цветной лист, например, розовый. Но если он у вас не розовый, то это очень легко поправить, потому что мы сейчас возьмем больше белой краски. Главное, кисточку покрупнее. Вот теперь, когда у меня есть прям вот такая кисть, чуть не сказала веник, я вообще царь и бок скорости. Потому что очень часто, когда мы рисуем фон белый и чуть-чуть совсем красненького или розового цвета, то нам не нужна маленькая кисть. Нам нужна кисть как можно крупнее. И вот такой крупной кистью, посмотрите, мой лист очень быстро превращается в очень розовый. Ну, как в очень розовый, нежный розовый. Пусть он будет нежным розовым. А хотите, мы можем пошалить. Пусть он будет не только розовым, а и немножечко желтоватым. Наверху розовый, а к низу желтого подбавьте, чуть-чуть водичку можно добавлять. И ваш лист станет розово-желто-оранжево. Хлебик? А что ты живешь? Хлебик. А что ты ешь? Хлебик. Хлебик? Где ты взяла хлебик? На полу. На полу? Мой ты находчивый ребенок. Ну, что значит занятая мама. Дети сами себя покормят, как сумеют. Вот такой вот листочек, какой бы он у вас не получился. Главное, не сильно темный, ребят. Вот такого цвета достаточно. Так, ну а теперь мы берем с вами, вообще, если у вас есть готовый коричневый, хотите, возьмите, а я, наверное, все буду смешивать, как я вам всегда это обещаю. Чтобы получить коричневый, я вот что делаю. Я возьму кисть все-таки поменьше, да, когда уже не фон, а детали, это у меня десятка, но тоже не маленькая, обычно это у меня самая большая кисть. Беру красный, беру с синим, смешиваю и получаю фиолетовый. И вот когда у меня есть такой фиолетовый, я беру этой кисточкой, ну, вообще, лучше, конечно, помыть или брать с крышки, но я очень аккуратно набираю желтый и кладу рядышком. И начинаю к желтому чуть-чуть подмешивать этот цвет. И что вижу? Зеленый. А почему? Потому что, значит, у меня сильно много синего. Тогда я буду чуть-чуть приглушать красным, да, если мой коричневый получается зеленым, значит, ему не хватает красного цвета. И вот теперь, когда синий с красным дали такой красноватый, фиолетовый, и я к ним подмешиваю желтый, я вижу, что у меня очень сильно темный коричневый цвет. Такой-то мне пока и подойдет. Этим цветом я возьму сейчас и нарисую, ребятушки, вот такую вот большую улыбку на весь листочек. Такая улыбка здесь вздернутая, на этой улыбке я нарисую вот такой кружочек. И от этого кружочка я нарисую такую горку, такую, хоп, сразу наверх. Сейчас, сейчас, Катюшка, про лялю сказку? Да. Была уже кисточкой, посмотрите, мы нарисуем здесь. Нет, улыбку еще рано рисовать. Мы возьмем просто, смотрите, эту же кисточку и еще аккуратнее, ребята, я не мою, хотя если вам жалко ваш белый цвет, можно помыть. Или очень аккуратненько набирайте с краешку белый, вот так подмешивайте коричневому. Только не ко всему, а с краешку, да? И вы получите такой, вот у меня все-таки фиолетоватый коричневый, я больше подмешаю. Значит, надо больше желтого. Если мой коричневый слишком советую, чуть-чуть больше желтого. А если вы к готовому коричневому подмешиваете белый и желтый цвет, так у вас вообще вопросов не будет. И вот такой у нас получается светленький и теплый, благодаря желтому цвету, да? Очень бежевый оттенок. И этим бежевым оттенком я закрашиваю вот здесь, вокруг этого кружочка, вокруг этого мячика, вот таким светлым цветом закрашиваю носик. И все равно у меня очень темный получается пока мой ежик. Я думаю, поняли, что это его моська. Но ничего, пусть она будет такая темная. А чтобы она стала светлее, я возьму сейчас еще, конечно же, белого, вот тут с краешку подмешаю. И еще, конечно же, желтого, чтобы он был не просто такой белый-синюшный, а такой теплый-теплый приятный цвет. И этим светлым подсвечу ему прямо вот тут, где у него будут глазки, чтобы он лучше видел, так подсвечу. Вот так вот глазки и щечки, все, что у него выпуклое, все, куда светят лучики, солнышко, мы вот так сейчас подсветим. И получается у ежика глазки. Ну и как бы лучше давайте подальше, пусть у него такая большая будет моська откормленная, потому что зима впереди, чтобы он не голодал. А жирок у него вот тут на щечках собрался и грел его холодной зимой. Вот так хорошенько наверху подсвечиваю своего ежика. Отлично, так-то куда лучше. Теперь я продолжаю этой же кисточкой, не мою, подыщу остатки темного-коричневого цвета. Я надеюсь, он у нас сохранился, ребят. И этим цветом, жирной кистью, хотите пальцами, но мне нравится большой кистью. Давайте так нарисуем кружочек, буквально точками, да, так, чтобы сильно кружочка не сохранялась. И над этим кружочком очень жирненьких. Старайтесь, чтобы в край прям вот туда листочка ваш ежик не упирался, чтобы там еще осталось место. У меня совсем мало места осталось, но я его сохраняю. И еще раз смешиваю коричневый, желтый, добавляю к синему и к красному, опять зеленый. Что ж такое? Значит, я туда еще красненько пожарю. Сейчас, котеночек, давай мама ежика нарисует. Иди ко мне ежика рисовать. Смотри, какой ежик у меня. Смотри, сейчас он будет грибочки носить. Ох, ежик, смотри, какой ежик. Ежик, как ежик делает? Как хрюшка? Да. Да, ежик как хрюшка делает. Ежик делает фу-фу-фу-фу. А попробуйте поделать себе на ушко фу-фу-фу. Вы услышите настоящего ежика. Точнее, не себе, а кому-нибудь. А тот кто-нибудь вам пусть поделает. Рисовала мама. Рисовала мама ежика. Вот тут на низу у него на попе. Попа у него колючая, чтобы никто его за попу не покусал. Так, давайте тут сейчас мы его прижмем. У меня рука одна, лис держать нечем. Чтобы он не дергался, можно его, конечно, скотчем прилепить. Но мы не будем лишать ежика свободы. Хочет, пусть убегает. Но мы постараемся его задержать. В общем, вот такой сильно-сильно колючий ежик. По краям такой чубчик у него сильно колючий. И щёчки у него бородатые. Вот такой вот бородатый ежик. Ну, конечно, носик ему оставьте. А желательно, кроме носика, ему ещё и немножко места для глазок сохранить. Это мама рисовала. Мама рисовала. Мама рисовала. Сначала у него очень чёрные колючки. Он настоящий брюнет. Но потом у нашего ежика мы собираем всё светленькое, что у нас тут оставалось, бежевое. И делаем по-тёмному вот таких ещё и светлых колючек. Хотите розовых, конечно, вот как у меня сейчас абсолютно случайно получилось. Хотите, сделайте ему зелёные колючки. Но у меня будет совершенно классический ежик из деревянных пальцев. На площадку. На площадку ты хочешь? Да. А мы сейчас пойдём с тобой на площадку. Возьмём с тобой белый цвет и жёлтый. Подмешаем вот тут. Всё это на коричневых остатках. Будет такой очень светленький, очень светлый цвет. И даже... Да, и получается такое мебирование у ёжика. Смотрите, какой он становится. Блондин, да? Остановится, остановится. Становится такой колючий. Кормички у него толстые, как будто палки. Сам ёжик у нас огромный. На целый лист. После того, как мой ёжик... Большой, классный ёжик. Большой, да? А теперь смотрите. Аккуратно, ёжик. Тёмным коричневым цветом мы нарисуем ёжику кружочек такой. Можно поставить кисточку и покрутить. И получится кружочек. Но побольше глазик. Сильно маленький не рисуйте. А очень тоненько вот тут я нарисую ёжику улыбку. Ёжик улыбается. А ещё мы нарисуем ёжику тёмным коричневым цветом. Вот тут угадайте, что это у него тут такое напротив глазика. Такое большое. Больше, чем глаз, раза в три. Что это может быть у ёжика? Что это у ёжика? Что это такое? Как ты думаешь? Глазик. Глазик? Может быть, конечно, это у него два глазика таких на бочок. Но это у ёжика ухо. И чтобы было видно, что это ухо, мы ещё и светленьким вот так обведём. Я кисточку, ребят, не мой. Я её макаю просто в густое количество краски. То в светлую, то в тёмную. Эй, не кусайся. Не кусайся, ёжик. Ёжик, не кусайся. Вот такое ухо у ёжика. Не кусайся. А ещё знаете, что у ёжика есть? У ёжика есть усы. И чтобы эти усы было видно, мы нарисуем ему такие точки. Ой, не кусайся, больно же. Ты что, ёжик? Нет. Да? Ты не ёжик, ты волк. Ну и чтобы он улыбался, то такую улыбку можно. Ну, в общем, это всё не обязательно. Смотрите сами. А пока наш ёжик почти готов. Я помою кисточку. Возьму вот так вот белую краску и сделаю ёжику в глазах блик. И на носике сделаю ёжику блик. И больше ничего ёжику не сделаю такого. Только возьму ещё белую краску, сделаю очень-очень светло-бежевый цвет и подсвечу ему лобик ещё сильнее, чтобы его было ухо хорошо видно. И ушко подсвечу. И всё. И, наверное, хватит. Ничего больше подсвечивать ему не буду. Он и так у меня красивый. А то вот эти исправления, они только ни к чему. У вас прекрасные ёжики. Сто процентов, говорю. А самое главное, что все они вообще друг на друга не похожи. Удивительные ёжики. Ещё я вам раскрою секрет. Знаете, что есть у ёжика? У ёжика есть хвостик. И даже если он иногда прячется за иголками, он есть. Даже если вам кажется, что это иголка, это хвостик. Можно даже его подсветить. А ещё у ёжика тоже есть лапки. Раз, лапка. Два, лапка. Лапки у него, конечно, маленькие. Гораздо меньше, чем уши. Но мы их нарисуем. Они не маленькие, может быть. Но у нас они будут маленькие. Лапки нам совсем не интересны. Что ему те лапки бегать? Разве что. Ему лапки для хваталок не нужны. Потому что он грибы может носить не в лапках, а и не в зубах, а на спине. Берём белую краску. Раз полоска, два полоска. Раз полоска, два полоска. И вот тут, насколько вам не жалко белкой краски, столько... Интересно, почему белка, а не рыжка? Белка, она же не белая, она же рыжая. Почему она белка? Столько нарисуйте ему. Я ему на удачу нарисую не шесть грибов, а, конечно же, семь. Один прямо на лоб сюда поставлю. Семь белых. Вы скажете, это яйца, это не грибы. Но нет. Дальше я возьму красную краску и поставлю раз полоска, а сверху над ней два полоска. И даже если к красному цвету будет подмешиваться коричневый или белый, это будет очень хорошо. Потому что если ещё и коричневый подмешать, то это сразу будет похоже на мухоморы. А он такой красный, красный, но белый гриб. Я сейчас цепи читаю. Только грибочек дорисуй ёжику. Посмотри, а то ёжик голодный останется. Ёжик любит кушать грибочки. Смотри, какие грибочки. Раз, грибочек, два. Сначала ставим краску. Главное, не жалейте, ребята. Сначала ставим ровную полоску, а потом кружочек над ней. Ровную полоску, кружочек над ней. И не забываем набирать свежую краску. Такую разжиженную, хорошую краску. А если вдруг ваши краски подсохли, их еле-еле расковырять, надо их залить кипяточком и дать постоять. Ёжик. Ёжик. И вот тут большой ёжик такой огромный. Ты помнишь ёжиков ты бегала за ёжиками? Да. Помнишь? Да. Вот такие красивые грибочки у нас. А теперь, что же мы ещё сделаем? Вот такие грибочки. Можно, конечно, по улучши взять светло-бежевый цвет. И на каждом грибочке на бочке поставить вот такую тень. Смотри, какая тень на грибочках появляется. Как будто они грязненькие, где-то запачкались в луже. Как будто они хрюши, а не грибочки. Да. Да, запачкались. Но на самом деле они не запачкались. Эта тень на них такая ложится. Как хрюши. Как хрюши, да? И они становятся вот такие. Они становятся. Они становятся. И такой светлый-бежевый я бы ещё с этой, с другой стороны, на красных шапочках. Тогда будет ощущение, что они светятся на солнышке. Возьмём вот такой жёлтый цвет положим. Возьмём такой синий цвет положим. Между синим и жёлтым начнём кушать кисточку. И получим зелёный. Если в этом зелёном будет побольше синего. Давай, про ёжика лучше. Ёжик пых-пых-пых. Помнишь песенку? То этот зелёный будет тёмный. Нам сначала такой нужен. Хороший пых-пых-пых. И вот так мы рисуем. Вот здесь впереди. Кстати, тут тоже можно было нарисовать грибочек, который ёжик нашёл. И так носом подкидывает его и прямо себе на спину. Вот интересно, как они себе на спинку загружают всякую еду. Вообще, кто-нибудь когда-нибудь видел ёжика, у которого еда на спине? Это точно не сказки. Хотите, я вас научу красиво рисовать траву. Смотрите, если у вас большая кисточка, наберите с одной стороны кисточки зелёную краску, а с другой стороны кисточки жёлтую. И вот так проведите полоску. И у вас травинка сразу двухцветная получает. Нужно всё время подбирать краску жёлтую и зелёную. И вот такие двухцветные травинки у вас получат. И вообще классно будет, если мы травинками, конечно же, до самого низа дорисуем, чтобы было очень зелено тут у ёжика. Я ёжик, пых-пых-пых, хороший, пых-пых-пых, гуляю, пых-пых-пых. У нас, наверное, мама когда... В густом лесу... Не останавливается, да, Лёц? А ты умеешь? Ты знаешь эту песенку? И всё, что нахожу, на спинку положу, И в норку своей маме отнесу. Ёжик на охоте получается у нас. После этого, ребята, вот у меня жёлтый цвет и белый. Ёжик на охоту. Ёжик, пых-пых-пых. Жёлтый и белый, жёлтого побольше. Так, смешайте с остатками зелёного, только чуть-чуть. Получится очень светлый салат. И нарисуйте ещё и вот таких светлых травинок, поверх тёмных. И у вас будет очень красивый травич. Садик. Садик строит. Смотри, какая трава красивая. Сочная, как будто и не осень совсем. Трава. Да? Му-му. Му-му. Ага, трава, это коровка любит траву кушать, да? А потом, когда она естся травы, она даёт молоко. В общем, очень зелёная. Он по газону где-то бегает. Да, да, да. Молоко. Молоко тебе дать? Ты будешь пить молоко? Да. Сейчас дам. Ну, ёжик у нас готов. И я, конечно же, точно, сто процентов возьму и спрячу в траву. Дай пить. Такой беленький. Смотри, какой. Тебе дать пить? Да. Сейчас, двоточку. Лидия, что ты такое беленькое прячешься? И попить, и припечетать. А потом вот такой красненький. Да? Ну, и пусть он будет не только красненький, а чуть-чуть с коричневым вот таким бочком. Тёмно-коричневым. Да, вот такой красно-коричневый бочок найдёт наш ёжик. И съест. И съест. Ну, это сильно коричневый бочок. Разве что светло-коричневым. Чем-то грибочек. Грибочек. Вот такой грибочек найдёт наш ёжик. Ну и чтобы мы знали, что кругом осень, давайте набросаем кругом жёлто-оранжевых листьев. Всё-таки они потихоньку начнут осыпаться. Смешиваем жёлтый с капелькой красной и рисуем раз листочек. Два листочек. Три листочек. Четыре листочек. Пять листочек. Шесть листочек. Семь листочек. Как папа листочки бы рисовал, да? Да. Вот так просто. Папа бы нашёл такой простой метод. А потом берём ещё и жёлтую краску и добавляем ещё и жёлтых бликов на эти листочки. Сейчас, ладушка. Сейчас, котеночек. Можно и на грибочек уронить листочек, например. Да? Такой жёлто-красненький. Грибочек. Грибочек. Мама собралась рисовать, а кого-то не покормила. Вот непорядок, сказала мама. Ну кто так рисует? Ну ты меня сначала покорни, сказку почитай. В общем, листочков добавляйте столько, сколько вам захочется. Хоть хотите, вот на ушко ему уроните листочек. А мы пошли и читать, и пикишать. Кушать и читать. Все, друзья, пока. Ну и если вдруг у вас останутся силы и желания, таким же оранжевым цветом каждому листочку можно добавить хвостик. Это не обязательно. Но тогда точно станет понятно, что это за красные пятнышки кругом. Такие длинненькие летают. Это же листочки. Пичи-та-ть. По-моему, душеньку пришли. Пичи-та-ть. Пичи-та-ть. Пичи-та. Продолжение следует...